Всем привет! Ну что, второй выпуск нашего сериала про ремонт в нашем гнездышке. Иду на объект. Здесь уже меня ждут ребята. Вот, вот что превратилась квартира за то время, пока нас тут не было. Вот сейчас такой этап. А вот, собственно, ребята. Так, с кого-то начать, с кого-то начать. Думаю, начнем мы с Александра. Саша. Здравствуйте. Всем привет. Здравствуйте. Он сегодня не случайно в Майке Смит, потому что здесь и Алексей, и еще его партнер Виктор. Саша, что сейчас происходит вообще? Сейчас на объекте, значит, провели демонтажные работы, завезли материал, значит, снесли стенки в санузлах, снесли стены межкомнатные. Смотри, что-то не хватает. Потому что у нас немножко там было несоответствие, да, там стенка провисала межкомнатная. В санузлах у нас кирпич был уложен в четверть, получается, ну, соответственно, у него там нагрузки он там никакой особо сильно не может нести. Потому что у нас будут подвесные консоли, подвесные раковины. То есть, если бы мы там просто заштукатурили и уклали плитку на стенку, то, как бы, ну, в принципе, все норм. Если бы там конструкции все устанавливались на пол, но ввиду того, что у тебя будут консоли подвесные, поэтому нужно переделывать. Ну, собственно говоря, вот объект, завезли материал, сейчас выполняем данные. Ну, здесь теперь я смотрю, какие-то плиты немножко другие, нежели были положены. Да, главстройблок, достаточно высокого качества, ребята стандарты выдерживают, как бы нам нравится, вот их используем, в принципе, рекомендуем нашим заказчикам. И кирпич, получается, будем класть не торт... Будем полкирпича. Полкирпича, да? Да. Так, окей. И тут еще пришел к нам Алексей, тоже наш резидент, компания СМИТ-161. Леш, на данном этапе, что мы, как мы можем вас задействовать? Ну, как, пришли, посмотрели, исходя из нашей сферы работы, все сносить, все плохо, все печально. Ладно, шучу. Ну, на самом деле, предварительно мы хотя бы увидели, как живут сейчас у нас резиденты реактора, какие они себе квартирки строят. Да, первоначально, в принципе, газоблок положен, ну, относительно уровней, клеевой составляющей там достаточно, ну, в всем случае, скены напротив не светятся, демпферные швы есть, зазоры есть. После того, как поштукатурят, мы зайдем сюда, ну, в принципе, всю линейку компании СМИМ. Почему рекомендуешь СМИМ? Какие у нее отличительные есть характеристики относительно конкурентов? Ну, не только, конечно, по причине того, что мы его продаем, а потому что СМИМ – это система. Это, наверное, одна из единственных компаний, которая имеет, начиная от грунтов, заканчивая красками, единую систему, которая работает в связке с собой, и по каждый последующий этап он улучшает предыдущий. Наверное, так вот, то есть, и по ценнику довольно-таки все в среднем ценовом сегменте, и по качеству, ну, качество Q4 наше все. Понятно, и потом это все просыхает, и дальше мы это все уже сразу намаляем, да? А какой краской рекомендуешь? Ну, рекомендую Profitech немецкая краска на сегодняшний день в России. Одна из зарубежного бренда, которая отвечает цене и качеству, то есть та краска, которую, если ты хочешь порисовать маркером, или там собака-кошка твоя это подерет, ну, чтобы с краской ничего не случилось. Это моющаяся? Это моющая антимандальная краска с легким сатиновым блеском, ну, довольно-таки, довольно-таки интересно. А как ты рекомендуешь поступить? Мы здесь будем ставить двери Софи, нашего резидента Владимира Яшина, и два варианта. Либо мы делаем прям их в определенном таком материале, как бы, облицовки, либо мы их делаем под покраску. Вот сталкивались вы с покраской этой краской дверей? Да, конечно. Сегодня как раз Вадим Яшин был у нас сегодня в гостях, мы обсуждали с ним вот нюансы монтажей дверей. И шпоновые двери вскрытые, которые тебе ничего не надо. То есть тут на твое действительно демоусмотрение. Те двери, которые красятся, у нас есть специальные грунты, которые, помимо того, что создают адгезию краски с дверью, чтобы не стекало, она еще выравнивает цвет краски. То есть есть такая проблема, что дверь скрытого монтажа и стена при окрашении отличаются чуть тональностью, поскольку разница в питании. У нас есть специальные продукты, которые выравнивают эту питание, у нас с тобой единая стена без каких-либо там выделений. А как часто такие двери нужно перекрашивать? Ты их трогаешь руками, они там, наверное, имеют свойство оббиваться. Ну, если ты, скажем так, трогаешь ее за ручку, у меня особо... Ну, если аккуратно пользуются. Ну, это у нас следующего ремонта, наверное, пока тебе не установляется. Довольно, да. Как стены ты соберешься перекрасить, так и двери. Да, все, понял. Скажи, как тебе вообще объект, какие тут видишь минусы, плюсы вообще SK10 нормально строить? Ну, на сегодняшний день я, в принципе, вижу довольно-таки неплохой бетон. Ну, то есть, ну, уровни, конечно, с центра я не пробивал. Ну, на глаз, терпимо все. Единственное, у меня сейчас вот то, что у тебя разнесено сомнение насчет тока, насчет уровня пола. То есть, с тем учетом, что собираешься ставить конвектора, плоскость у нас должна быть единая, что вполне возможно. Но, видите, пришел уже то, что если ремонтироваться будет, окошко поднимется. Ну, это пока ребята не пробивали, не знаю. Все остальное теперь надо только мерный инструмент мерить, смотреть и вносить какие-то корректировки. Внешне, предварительно, все отлично, за исключением, короче, ну, это кто-то себе поленился, да? То есть, ого, туда, короче, на мой, короче, привет. Большой отдаем, но это все, это вовсе не самое. Ну, главное, ребята это обнаружили и можно сделать, да? Да, это все, это, конечно, это, конечно, это мелочь. Все остальное сейчас пойдет набираться. Спасибо команде Смит и до встречи. Так, Виктор, идем к вам, извиняюсь, что отрываю. Здравствуйте. Компания, он же Смит, он же Окна Цезарь. Да, оцени вообще вот те окна, которые стоят, что это вообще за бренд, расскажи немножко. Смотри, бренд это профиль ВХС от компании Века, но это не профиль Века, да, то есть не заблуждайтесь, когда вы видите о том, что Бай Века, то есть это не значит, что это именно от компании Века. В сложные для рынка времена компания Века решили заказать в Турции производство, собственно говоря, этого профиля. Профиль хороший, он соответствует всем характеристикам, а класса, здесь стоит очень хорошая фурнитура, известная в нашем, в принципе, южном регионе, фурнитура Зигения. Вот, то есть работает хорошо, без каких-нибудь изъянов, ее очень легко регулировать, и даже если вдруг у вас что-то сломается в процессе эксплуатации, там, строители, может быть, что-то сломают, или там, ну, как-то случится, что попытаются закрыть, вскрыть или взломать вам, может быть, то эта фурнитура, она по всему югу продается, то есть и заменить обвязку не составит никакого труда без переделывания конструкции. Значит, на объекте мы провели дефектовку, посмотрели, как выполнен монтаж, как выполнен, в принципе, то есть устройство стеклопакетов, какой здесь бутерброд, какие стекла стоят, и как работает сама фурнитура. Значит, стеклопакеты здесь стоят обыкновенные, на них нет напыления ни энергосберегающего, ни солнцезащитного. Но я предложил Дмитрию такой вариант, что он перед тем, как он въедет, он звонит нам, мы приезжаем, делаем предъездную подготовку, то есть все регулируем, чтобы работала без сучка из-за дырынки, ничего не цепляло, и, возможно, придет заменить резину, потому что в процессе стройки, да, то есть пока весь этот ремонт проходит, на резину садится пыль, грязь, потом это все как-то отмывается, но все равно, то есть первоначальные свойства резины, они теряются, и, ну, возможно, продувание. Мы все это исключим, поживете немножечко, посмотрите, если вдруг с какой-то стороны будет слишком холодно, или с другой стороны там будет слишком жарко, да, то есть в зависимости от расположения там к сторонам света, то нужно будет просто приехать и уже без демонтажа конструкции, без, скажем так, вмешательства в какой-то такой твердый, сложный ремонт, да, то есть нарушение демонтируя, мы просто поснимаем штапики, вот, покажи, пожалуйста. Вот, снимем вот эти вот штапики, да, и заменим стеклопакеты, либо на энергосболегающие, если будет холодно у нас в помещении, либо на солнцезащитные, если в помещении будет жарко и душно, чтобы оно меньше нагревалось, да, и было комфортно находиться. И ты еще сказал, что какой-то делается предъездной. Да, это предъездная подготовка, я же сказал, что мы приедем, все отрегулируем, не, это стеклопакеты, сначала я говорил о предъездной подготовке, да, то есть приезжаем, регулируем все, перед тем, как ты сюда кошку запустишь, чтобы она забежала, меняем уплотнители, да. Сначала запускаете, да, сюда окончиков, они все регулируют, меняют уплотнение, потом запускаешь кошку и уже всю семью. Все остальное. Все, понял, друзья. Вот, видите, еще новые участники нашего проекта к нам присоединились, это значит, что больше людей, больше голов, больше мнений, больше правильных нужных соседей, потому что в реакторе так принято, что друг другу рекомендуем самое лучшее, делаем все на 100%. Поэтому я и хочу, чтобы на этом проекте все больше и больше резидентов принимало участие, и потом мы здесь устроили классную вечеринку под названием новоселье. А вот так, кстати, выглядит рабочее место Александра на нашем объекте, на таком вот столике. Сейчас пойдем, посмотрим, как там ребята курят на балконе. Вот такая красота. Да, любой, вот мой. Да, некая не была, я на квартире, иду с ревизией, вышел из листа, вижу, появились вот такие вот прикольные таблички этажей. У меня 12-й. Так, это наш подъезд, ну, если ничего особенного. Ну, вот наша квартира, 396. Ребятки уже не спят, работают. Я еще не видел квартиру с перегородками. Первым делом хочу походить, пощупать. Вот такие вот, видите, ребята, положили. Это, получается, у нас Марго подошла. Это у нас спальня, вот с таким классным видом. Это у нас гардиооб. Вот здесь такой будет, тут же Аня на всякое мейкап комнатка. И вот такая, вроде казалось, маленькая, но в целом вполне нормальная у нас получилась спаленка. Вот больше всего кайф, когда просыпаешься и такой вид у тебя. Стаешь на пульте, что раскрывается и мой город. Так, дальше что у нас тут? Тут у нас одна детская, маленькая льва. Очень уютная, компактная. В принципе, тому товарищу больше пока и не надо. Чего он там, вот такой вот. Вот это у нас... Это у нас, не помню, то ли гостевой, то ли не гостевой санузел. Вот, в принципе, тут, по-моему, у нас будет душевое... А, нет, здесь у нас будет биде с унитазом. А здесь будет небольшая ванна. Так, теперь переходим в какие-то прибуды. Так, это у нас кухня. Вот такая вот. Не буду пока ребятам мешать общаться. Это у нас вторая детская. Какие-то комбинации с кирпичом интересно сделали. Все туалеты переложили по новой. Все стены по новой. Это Дианочка. Комната у нее, классный вид. Здесь у меня будет шкаф. Здесь у меня будет кроватка, рабочий стол. И, соответственно, будет смотреть, кайфовать. Это у нас второй санузел. Сейчас подсвечу. Что в нем будет? Это у нас душевая кабинка. Вот так ребята классно придумали. И здесь у нас будет просторная такая ванна с туалетом. Это у нас гардеробная. Слушайте, она довольно большая. Когда со стенами, конечно, у нас все по-другому смотрится. Кухня с залом. И получается панино-челковная. Вот, кстати, обратите внимание, сделали в двери потолок. Мне нравится, кайфово. В общем, ремонт пока не так страшно, как кажется. Сейчас мы спросим мнение дизайнера сначала. Ее уже все знают. Это Марго Кнау. Шикарная дизайнерская фамилия. Так, отойдем от Акнаш, чтобы тебя лучше говорить на вот так. Так, Марго, ну рассказывай. Вообще, во-первых, довольна ли ты на данном этапе реализация своих задумок? Что бы, может, хотелось переделать? Ой. Нет, переделать ничего не хотелось. Мы даже немножко улучшили проект. Вот касаемо вот этой, например, стенки, за счет того, что мы там сделали толще вот эту стену, да, она была в пол кирпича, как бы на ребро, да, мы сделали ее толще. За счет этого у нас кухня чуть-чуть вылезет вперед, и вот эта часть, которая вдоль бюншахта, она будет шире. А это нам только на руку. И здесь у нас все классно становится шкафы. То есть это даже лучше получилось. Так, кайф. Вот тут тебя, меня смущает пространство, пока не пойму, как бы наличие дивана, стола, не будет ли слишком тесно. Кажется, да? Конечно, ну, будет как по проекту. Я вот сейчас вижу, поставили вот эту стенку, будет хорошо. Проходов будет достаточно. Так, пойдем еще по тем комнатам, скажешь. Да, с чайникой. Давай, давай. Классно, что мы... Это самая ожидаемая комната нашего ремонта, ты сам понимаешь, Диана. Ну, я вижу пропорции, то, что в проекте. Вполне все становится, и все будет комфортно. Наша шикарная оксанка. Да, класс. И вот как пройдено, как лично, сюда встанет. Каминчик или... Каминчик, да. Да, или бра. И идеальный кондиционер по размерам сюда становится. Да, была идея сделать окно без перемычки, но... Сказали, что это геморрогер. Ну, это суперслуженно. Да. Будет сделать. Вот, а это, кстати, вот сюда, получается, на дверь будет открываться. То, что мы с тобой обсуждали в телефонов режиме. Да, ну, ничего страшного. Я предполагаю, что здесь будет всегда закрыто. Это была тайная комната. Поэтому, закрываем. Да, будем надеяться, что не будем забывать. Так, дальше пойдем. Классно у нас проходим, как получился, да? Да. Шикарно. Большой и кондер мы вот сюда повесим, да, получается, чтобы он охлаждал эту зону. Мы там придумали, как его протянуть в тот дренаж, по стене там, в тот дренаж, чтобы не сюда тянуть его вот так, а там удобно. Поэтому все у нас хорошо выставлено. Так, отлично. Тут у нас будет шкаф, получается, правильно? Да, вот у него уже габариты вырисовывают, да? Достаточно выяснительный. Слушай, у нас для вещей прям много места. И так, мы пойдем посмотрим в спальню. Там прям гардеробная такая получилась, не маленькая. Проходи. Мы старались. Была такая задача. Она прям не маленькая получилась. Да, а я переживала, что вы увидите, скажете, вот такая маленькая, она там и в проекте небольшая. Нет, я рассчитывал, что она будет меньше. Да? Да, я думаю, она будет меньше. Тут прям куча места для вещей. Конечно, тут не разгуляешься в спальню. Нет, ну зайти и крутануться, взять и выйти, да. Вы выйти, тут у нас еще туалетный столик красивый, который будет просматриваться на вход. То есть здесь никакой двери у нас ничего нету. Ну и вот, поэтому... Слушай, какие у тебя красивые кроксы, посмотрите. Магарит, ты гонять по стройкам, по-моему, сама оттуда еще есть бусинка. Да, я же амбассадор в резиновой обуви. Да. Вот, и здесь у нас все прекрасно становится кровать. Еще шикарные проходы вокруг. Окно. Да, балкон. Да. Пожалуйста, вообще спальня кайф. И будет достаточно много места справа слева от кровати, чтобы ее поднять. Да, проходы шикарные. И впереди у нас достаточно много места перед кроватью, чтобы как раз и открыть балкон. Может быть еще, не знаю, вдруг наша. Нам надо сейчас только вот обговорить по поводу электрики, все же по розеткам для зарядки телефона. Они у нас сверху над изголовьем есть. Над изголовьем, думаешь, надо делать? Ну, у нас просто тут четко становится вот так кровать. А изголовьем с торца? С торца можно, ну, можно просто. У вас тогда получается где-то на кроватях это будет все лежать. Наверное, она будет торчать, ногой задеть, да? Да. В принципе, при желании можно и там, и там сделать. Хуже не будет. Ну, сейчас подумаем. Пойдем еще детей посмотрим. Детей? Комнату. Заходим. Да, потом у нас еще посудится. Да. Значит, это комната льва. Да, она небольшая, но своя. Но, в принципе, она компактная и все помещается. У него большой шкаф получится. Вот здесь вот находится он. Здесь будет кровать. Здесь рабочий стол. Рабочее место и кровать. Да. Какой-нибудь там может телек ему повесить. И более чем вообще тут всего необходимого. Все, супер. Так, теперь давай остановим. Кстати, очень аккуратно выполнила кладку. Они сейчас проверяют лазером. Я вижу него разводу с грядом, что очень аккуратно. Да. Это же по сравнению с тем, что было, а не боязнь. Ого, это вообще не боязнь. Так, здесь у нас... Это какое у нас, гостевое или... Нет, это... Ну как? Это тот, который ближе к вашей спальне, поэтому он считается вашим. Ваш, наш, ага. Потому что здесь ванна находится. Да, здесь ванна будет... Вот с этой стороны прям четко встраивается. Да, да, да. Мы тут вымеряли размеры, чтобы он отчетился. А мойка? Как у нас будет смонтироваться? Вот здесь у нас раковина. Ага. И здесь два оборудования. Унитаз и бидэ. Есть у меня желание предложить вам совмещенный. Бидэ с... Наоборот. Унитаз и бидэ. С функцией бидэ. Таким образом мы разгрузим. У нас вот здесь становится четко вот этот унитаз, да, красивый. А здесь у нас будет заход перед раковиной. Здесь можно будет крутиться. Сейчас получается из-за того, что два оборудования здесь... Тесно. Мало места. Тесно. Оно как бы... Оно есть, это место. Но мне хотелось бы, чтобы здесь было посвободнее. А есть унитаз, чтобы завернуть в эту сторону или не так не делается? Мы здесь не сможем вставить... Ну, посмотри. У нас здесь нужно вставить еще инсталляцию. А это мы не можем здесь утопиться. Значит, это вот от этого размера еще. От этого, да. Еще 20 сантиметров. И еще потом унитаз. Соответственно, мы, скорее всего, выйдем примерно на те же размеры. Может быть, чуть-чуть больше, там, 10 сантиметров выиграем. А если мы оставим так, то у нас здесь... Почти 90-е. 90-е это очень хорошо. Это мы можем здесь полотенчик, например. Помните, у нас он здесь, по-моему, стоит? Мы можем его сюда перевесить. Удобно. У нас полотенца рядом с раковиной. И у нас удобный подход от ванных к полотенчику. То есть мы тут можем сыграть. Вот я бы прямо рекомендовала. Давай, что-то подумаем. Так, тут у нас коридор, здесь, в принципе, зеркало. Какой-то столик. Здесь что у нас? У нас здесь консоль. Тоже зеркало. То есть у нас здесь максимально большое просторное пространство, чтобы большая семья наша могла зайти, свободно. И в той стороне мы сможем поставить что-то для обуви, да? Обувица, да. Какую-то историю. Потому что мы думали, что будет тамбур, а его там по факту не сделаешь. Да. И вот у нас большой гардероб для верхней одежды, да. Супер. Еще у нас огромная есть гардеробная. Ну, она прям вообще шикарная. Да, она прям, и здесь четко станут эти, сушилка, машинка стиральная. Да, она у нас совмещенная с постирочной. Здесь же у нас будет хранение упорочного инвентаря, всяких наших пылесосов. Тут же заложены зарядки под робот-пылесос, чтобы ему было удобно тут существовать. Комната для роботов. Да, класс. Да, и все, что нужно, все здесь умещается от хранения сезона. Прям очень много. Так, это у нас душевая кабинка будет с тоже унитазом. А где у нас унитаз вот стоит? Он здесь, он прячется. Здесь он прячется. Здесь у нас большущая. Раковина. Огромная. Она стала даже больше, потому что мы чуть сделали больше говорить. У нас прекрасная душевая. Ты мерил, кстати, под себя? Нет, я сейчас зайду. Там, правда, у нас... Да. Ну, тебе... Слушай, ну, вообще отлично. Нормально? Я тоже говорила нормально. Ребята переживали, что очень узкая. Нет. Нет. Вполне нормально. Скупался. Да, там нужно... Что тут делать-то? Зашел, искупался, ушел. Да, и проход мы оставили 70, чтобы было прям комфортно. Угу. Да, здесь прям... Здесь прям он большой, да, и получается унитаз у нас спрятан. То есть мы заходим, увидим красивую раковину, красивое зеркало, и не видим унитаза. Да, все, кайф. Так, что мы, Дима, еще не были? Комната Диана. Нет, не знаю, не знаю. Она побольше. Она такая уже для девчонки подрастающей. Да, здесь класс. Здесь можно было им какую-нибудь норку между комнатами сделать. Так мы же можем, ребят, наверное, прорезать. Но я думаю, что у нас будет проводчик. Типа играться. Да. Согласен. Ну, здесь куча места вообще и для шкафа, и для кровати, и для рабочего стола. Это шкафа такая, полноценная для множества всех эффектов. Да, ты знаешь, с перегородками квартира обретает какое-то по-другому. Ты когда приходишь в пустую, думаешь, какая она маленькая. Да. А когда встанешь в небе, то увидишь, что здесь вообще не маленькая совсем. Да. Да. Точно. Ну, и перепланировка, скажи, больше места добавилось. Да, сто процентов. То, как было изначально, казалось вообще правдой. Сто процентов. Это вот история. И очень много места для хранения. Ну, короче, Аня будет довольна. Какой у нас сейчас следующий этап? Что мы делаем? Вот мы сегодня собрались. У нас всегда даже будем делать электрику. В черновую раскидывать. Мы будем проверять все точки в точку в точку. Лочка. Вы электрические переносить, встраивать, собирать. Вот такая вот у нас. Раскидывание проводов. Угу. И после электрики что делали? Штукатурка. Штукатурка. У нас какие-то... Какие обычно проблемы всплывают на моменте электрики, штукатурки? По опыту? Нет. Пока что это черновые работали. Тут все по проекту делается. Просто она проверит, чтобы не забыли там случайно по запаре какие-то точки, например. Ну, это так как я веду авторские, мы это все будем проверять. Высоты. Ну, бывает что-то забыли где-то там. Мы досмотрели по запаре. Все акции говорят. На штукатурке тут тоже чисто технические работы. Но судя по тому, как ребята перегородки сложили, я думаю, что у них проблем не будет. Они еще и сделали их максимально ровными, чтобы максимально уменьшить слой штукатурки. Это классно. Это значит, что мы, во-первых, экономим на материалах, а во-вторых, работаем быстрее. То есть это сохнуть будет быстрее. Ну, вообще всегда лучше, когда штукатурка меньше слоя. Скажи, вот такие моменты, как когда ты идешь, допустим, у меня сейчас, я в одном месте включился и в другом свет выключил. Он для удобства, чтобы не возвращаться туда. Это у нас все в проекте есть, конечно, все проходные, да, выключатели, проходные, перекрестные, выключатели, все у нас есть. Все заложено в проекте, да, конечно. А нюансы по электрике, вот, чтобы она как-то была более, ну, что-то какие-то они есть или это задача электрика? А, общие рекомендации такие дизайнеров. Я люблю, когда сложный свет, когда есть подсвет, когда есть основной свет, это который для уборки у нас больше, да, это такой технический свет. А у нас есть акцент на свет, это на зонах, где мы как-то функционируем, там, работаем, кушаем, да, где мы конкретно проводим время, чтобы можно было только там включить освещение и комфортно заниматься. Плюс это разные теплоты освещения должно быть, то есть то, которое у нас техническое освещение, оно холодное. То, которое у нас для работы, оно нейтральное. И у нас есть атмосферный свет. Это как раз подсветки всякие, люстры и так далее. Оно теплого света, оно для создания атмосферы просто, комфортного пребывания, отдыха и так далее. Поэтому я всегда за сложное освещение, оно всегда делает суперкрутое пространство, любое. Просто люстра на потолке это уже... Неважно. Да. Ясно. Ну ладно, пойдем еще подопрошиваем ребят, какие там у них чаяния. Так, парни, у них совещание, сейчас ворвемся. Выходили. Так, ребятки, вы нам нужны, у вас есть две минутки на нас? Да, пожалуйста. Так, Саша, давай, ответственность, как у тебя вообще? Во-первых, доволен ли ты ходом работы? Ходом работы, да. Вот так вот, как мастер, как человек, который контролирует. Хорошая команда у нас собралась. Все максимально вникают, подходят ответственно к своей работе. Сделали перепланировку, возвели стены. Стены от застройщика сломали. Не надо было нам четверть кирпича сломать, тоже сломали. Мы здесь вот в кухне-гостиной сделали стенку, пол кирпича, потому что у нас здесь будет, получается, вешаться шкафы. Здесь стенка тоже у нас была в четверть кирпича. Мы сделали пол кирпича, потому что здесь будет продолжение кухни. То есть, как бы четверть кирпича. Слушай, ты знаешь, квартира сразу красивенькая, даже без штукатурки стала. Оставляем так? Слушай, ну неплохо, знаешь. Ну вот как бы можно посмотреть, я извиняюсь, вот как в принципе это было от застройщика, вот в общем-то сдано. И как вот ребята это все сделали, переложили. Вот здесь такая же песня от застройщика. Кирпичное ребро, кое-как там, с какими-то сыпящимися швами. И здесь вот то, что ребята сделали, как кладка дома. Потому что какие-то дырочки, что-то специально делается, да? Это сетка, это армирующая сетка базальтовая. Мы армировали ряды здесь для того, чтобы у нас крепче была кладка. То есть, стены газоблока мы армировали каждый ряд. Вот, в принципе, я фотографии тебе скидывал, там на диске, если хочешь, можно посмотреть. Все, все есть. Демпферные швы сделали, закрепили уголками. То есть, окончание сделали на стенках, отдельно стоящие стенки, чтобы у нас все максимально крепко было. То есть, крепили ряд базальтовыми сетками, потом закрепляли к стене через специальный подвес. Тоже, чтобы у нас сетки, и, соответственно, забивали это все клеем для кладки. Слушайте, ну у нас вроде как идеально все складывается. Вроде вовремя это все заметили, переделали. А вот на данном этапе с другими объектами, там Маргарита у тебя, там у Саши, может быть, какие-то вот косяки вылазят вот сейчас. На что там нашим зрителям обратить внимание? Вот когда сейчас, допустим, такой этап, они пришли, принимают, и вот на что посмотреть надо? Слушай, ну я скажу так, что все зависит от заказчика и от его требований, что будет. То есть, кому-то, допустим, подходит качество от застройщика, кому-то не подходит качество от застройщика. То есть, в зависимости от того, какие в дальнейшем работы будут делаться, то, как бы, ну... Но вот когда вы переработали от застройщика, вот, может быть, какие-то косяки возникали в процессе, которых я не видел, вы что-то все за меня делаете? Да, в принципе, нет, то, что мы выявили, переделали, пока... То есть, основной косяк был в качестве от застройщика, да? Да, и вот здесь у нас, где входная дверь, то есть, здесь можно посмотреть. Если ты встанешь отсюда, с левой стороны, то здесь видно, что у тебя, видишь, как стенка закруглена, то есть, она развернута, во-первых, и завалена. То есть, сюда, если мы возьмем, здесь, видишь, у нас по уровню выставлено, наша стенка выпирает на 18 миллиметров, а сверху уже мы сравнялись, даже мы чуть-чуть туда, как бы, упали. Поэтому, как бы, эту часть мы будем вытягивать штукатуркой, потому что это фасадная стенка, как бы мы... А, мы ее переделать не усмогли, да? Вот, видите, осталась одна маленькая стенка, и с таким косяком теперь будем куча материала сюда заливать, чтобы это все выровнять. Но ничего, слушай, ну, получается, все классно. Вот мы тут надо сейчас решить вопрос с санузлом, нюансы некоторые, как лучше сделать. И, в принципе, все, да? Маргу, а у тебя вот на таком этапе какие-то, вот, может быть, ты же надзор, может быть, на других объектах что-то выявлялась, что приходилось переделывать? Ну, основная проблема, да, это кривые стены, особенно страшно, когда люди берут с отделкой и хотят, там, быстро поклеить обои и въехать, а по факту это невозможно, потому что настолько кривые стены, что туда даже шкаф не поставишь, потому что он будет, ну, либо щелиться сильно, да, по примыканиям к стенам. Ну, в общем, я прям очень рекомендую брать с отделкой в застройщика. Когда вот с, как это называется, с нуля начинается все делать? Ну, с нуля не так страшно и тоже лучше, если бы они, вот, как здесь, например, не выкладывали стены до потолка, а наметили. Это меньше сносить, меньше мусора вывозить, это тоже дополнительные затраты. Ну, короче, данный этап, наверное, пока мало, мало к чему можно придраться. По сути, поставили стены, определили планировку, дальше мы вымеряем, все ли подходит по нашему дизайн-проекту, кладем электрику, штукатурку и погнали дальше. Самое интересное уже будет, когда начнем там красить условно, да? Сейчас будет затяжной этап, когда не видно, куда выходят деньги. Заказчики всегда очень негодуют, не понимают. Давай, у тебя подробнее на это. Ну, потому что просто не видно, видят это только специалисты. Там эти провода по стенам, вы же плохо понимаете, к чему это ведет. Видно только, когда уже действительно красятся, когда уже появляются отделочные материалы. Вот планировка – это первый этап ВАУ, и потом следующий этап ВАУ – это отделка. Поэтому, готовьтесь. Так, пойдем еще Олега допросим. Олег, ну ты сыграешь какую-нибудь роль? Олег Забиранов, в общем, человек, с которого все началось в нашем ремонте, в нашем фильме, его постоянно не поймаешь. Олег, ну ты занятой человек, понятно, куча переговоров, решения вопросов. Я уже, в принципе, допросил с пристрастием, с пристрастием Саши и Маргариты. В целом, они оба довольны на данном этапе, что происходит. Твои впечатления, как ты видишь, вообще ход работы по времени, по качеству, по команде, какие-то, может быть, проблемы возникают, которых я не вижу, вы за меня закрываете. Ну, хочется дать больше пользу нашим зрителям. Смотри, во-первых, хочу поблагодарить тебя за дверь. Во-вторых, на то, что ты согласился, согласовал то, что мы тут снесли, все то, что было от застройщика, да, и возвели как бы заново. То есть, я помню, мы скидали видео, где вот эта вот стенка, она просто ходила ходуном, когда вот так вот, мы сейчас по ней будем, она как бы никуда не ходит. То есть, она монолитная, она возведена правильно по технологии, везде все закреплено, пропенено, равномерный шов, там все как бы аккуратно. Ну, то есть, это говорит о качестве, то есть, швы, то есть, мы постарались выдержать эстетику, замазали даже швы, чтобы это все было красиво. Я, Саша, сказал, что даже не так нравится, как калатка кирпича, просто как фасад дома. Переложили, да, как бы, ну, кирпич, соответственно, кладку тоже как бы переделали. Здесь вообще на ребро было, сделали, соответственно, основательно, поджили полностью кирпич полноценно, так как это должно быть. Соответственно, здесь, теперь здесь можно вешать там, что хочешь, что-то в плане. Хоть турник. Да, хоть там турник, там это уже как бы надежно, качественно, это никуда нам не денется. Вот, то есть, по стенам, по планировке, в принципе, мы все завершили, то есть, у нас первый такой этап основной сделан, и за счет того, что мы здесь все переделали, в плане кладки стен, у нас, получается, будут минимальные слоя по штукатурке, у нас будет гораздо проще вывести геометрию, то есть, мы в дальнейшем, соответственно, будем сейчас делать электрику, разводку черновой электрики, потом будем штукатурить. Вот, и при штукатурке, за счет того, что сделана хорошо качественная кладка, у нас будет меньше затрат на тот же самый материал по штукатурке, будут минимальные слои, и уже с учетом того, что стены возведены в плоскость по горизонтали, по вертикали, они там не завалены, соответственно, будут минимальные слои. То есть, мы можем положить просто нивелир к любой стене, которую мы возводили, и можем положить нивелир, поставить, где, допустим, входная дверь от застройщика стена, которая осталась. Мы посмотрели уже. Потому что она завалена, то есть, она завалена, и там, соответственно, мы будем стараться это все, уйдеть штукатуркой, там будут слои. Но на фоне всей квартиры, это там, ну, там, минимальный процент. Да, мне единственное, волнуйтесь, там будет много штукатурки, от того, чтобы постоянно захлопываться дверь, она, ну, со временем не начнет. Нет, она там ничего не начнет, то со временем, да, как бы, там нормально будет все. Просто это, ну, так могло быть в большинстве, во всей квартире. То есть, а мы от этого ушли, мы сделали надежно, качественно, долговечно, и теперь, соответственно, мы в дальнейшем, при выполнении ремонтных работ, это будет только наш плюс, ну, то есть, потому что у нас хороший, качественный фундамент, это залог хорошего, качественного ремонта на финише, это, соответственно, хорошо качественный, сделанный фундамент. Это вот стены, это штукатурка, это, как бы, то, к чему мы стремимся. Поэтому здесь я только, только рад, что в решении было такого мнения, это было того согласовано, и мы, в итоге, к этому пришли. Ура! Я хочу от себя, ура! Я хочу от себя отметить, посмотрите, какая чистота. Ребята, посносили стены, и все это, тут было мусора куча. Сейчас гораздо чище, чем даже застройщик в зал. Это тоже приятно, как заказчику, приходить, даже на стадии ремонта, уже, как бы, вот, хочется здесь жить. На тебе не так, что приходишь, в каком-то свинарнике находишься, здесь грязь, бочки, все вот это вот валяется, много ремонта в своей жизни пережил. Поэтому за это вам особый респект, прям, прям приятно. Мы еще дополнительно в планах, в плане безопасности, в плане контроля производства работ на объекте, мы поставили электронный замок, я думаю, ты видел, то есть это индивидуальный подкарк. Пойдем, посмотрим, мы его не показали. То есть, вместо обычной личинки, мы, соответственно, поставили электронный замок. То есть, здесь идет индивидуальный код у каждого, то есть у заказчика, у дизайнера, у любого там подрядчика. И мы, соответственно, можем посмотреть, кто когда зашел, кто когда ушел. Очень круто. То есть, в плане того, что есть у каждого свой индивидуальный код, это нам помогает, даже в плане нашей безопасности. То есть, мы понимаем, что у нас тут дорогостоящие оборудование, и за это, как бы, есть момент переживания, а за счет электронного замка, то есть, мы уже понимаем, что кто вводит этот код, и, соответственно, когда он заходит, когда он уходит, все, и мы можем там уже спать более спокойно. Вот. Ну, удобно, практично, пользуйтесь, рекомендую. Кайф. Спасибо. Ну, все круто, пока тут не будем в воду уступить о лодке. В общем-то, этот этап нам понятен. Мы сейчас еще с ребятами обсуждаем некоторые нюансы, которые просто я увидел, хочу им позадать вопросы, но ничего такого особенного, в принципе, это все обычные такие бытовые вещи. Я даже знаю ответ, хочется просто подтвердить со стороны ребят. Так, ну что, наша команда, идите сюда, мы сейчас делаем фото на память, что тоже мы тут были, никаких подстав, да. Сейчас вот так вот раз. Опа. Все, ребят, вторая серия отснята, следующая серия уже будет электрика, штукатурка, а стяжка у нас тогда, кстати, будет. Пошли штукатурки и стяжка. Поэтому третья серия будет уже более насыщена разными вопросами. Хочется, конечно, какой-то интриги, какой-нибудь трэша, чтобы мы это спорили, скандалили, что-то решали. Но, слава богу, пока без этого. Но, возможно, все возможно. Это ремонт, друзья. Все, до новых встреч.